Дикими желаниями до чувственных наслаждений. И ради этого, ради наслаждения, они готовы на всё. То есть их настолько невежество, они погружены в невежество, что это ужасная эпоха, в которой никто, нормальная, разумная личность, никогда не хотят воплотиться здесь, на Земле. Но всё-таки почему-то в этой эпохе даже все по любовью мечтают родиться здесь в помощь этого рождения. Потому что до этой коллегии в конце 2 параллели приходила Господь Шри Кришна, то есть это самая Верховная Личность Бога, абсолютная истина. Он принёс собой всех, признал всех своих премиумов, всю свою святую обитель. И это проявлено в Индии, в Вриндаре. И проявлял свои игры на милость всех живых существ, которые обусловлены в этом мире, чтобы они могли, помятуя его игры, освободиться из оков материального существования. И это происходит крайне редко, то есть один раз в день Брахма. И Брахма — это Творец всего мироздания, это Вселенная. И его жизнь — это жизнь всей Вселенной. То есть он живёт в своих 100 лет, то есть от 10 наших, это, конечно, гораздо больше. И также в его году 361 дней, его один день длился примерно около порядка 9 миллиардов. Сутки его 9 миллиардов лет, то есть 4,5 миллиарда — это день и столько же ночи. То есть раз в день Брахма приходит Кришна. То есть это понимаете, насколько это редко. Это просто практически сорвает джек-пот в казино. И вслед за Кришной, он же являлся как Шикришна Читами Махатарву спустя порядка пяти тысяч лет. И это произошло 527 лет назад в Наде, в Святой Хаме, на Вадвипе. Кришна явился по облачённым настроениям самовозвышенной, возлюбленной премии в Наде, в Святой Харане. На это есть множество причин глубоких, то есть первостепенных и второстепенных. И то есть он хотел почувствовать настроение преданных, что они чувствуют, реализовать, что преданных привлекает в Нима Самом. То есть чем Кришна привлекает их? То есть все эти глубокие духовные переживания он не знал, будучи, находясь в положении Верховного Господа, на которого направлено всё служение всех его спутников. И он поэтому пришёл, чтобы, погрузившись в настроение служения Кришны, то есть самому себе, понять всю эту красоту любви и воплеводных. И не только понять, он также пришёл это распространить всем. То есть то, что самое беспрецедентное, высокое, возвышенное, что не имеет ценности. То есть мы стремимся к разным целям, то есть кто-то низким более, кто более высоким. Но как сравнить эту цель с тем, что гдаёт сам Господь Кришна, выобразивший Кришны читание моих пробуй, то есть это невообразимо просто. То есть сам Господь перешёл, чтобы это получить. Что говорить уже о полубогах? То есть что, если полубоги приходят, чтобы это получить, что они, как говорится, если сам Кришна приходит? Но мы, насколько неудачно, думаем, что-то сомневаемся, хотим, не хотим, из-за того, что наполнено множеством неблагоприятного, то есть множество анархо-парат из прошлых жизней. Это находится у нас в сердце, и это мешает нам. Но по милости Кришна, по милости Кришны читание Махапарабуй, Он также оставил после себя учеников на доле возвышенных шесть Госалами, которые продолжили Его миссию, которые проповедовали, вернулись в эти места, переводили книги, писали книги. И каким-то образом до нас дошло это учение, учение Господа Кришны читания через рекомендую Гореварду, то есть через наших учителей. Здесь мы видим нашего Шенгарбея, который принес это Матаджвайя Бхакти, Шенгарбея, то есть это ту самую любовь, просто любви Шематерой Харани, которую Кришна сам хотел почувствовать, хотел реализовать. Нам стоит примерно хотя бы теоретически понять, вообще где мы находимся, к чему мы стремимся. То есть это очень возвышенная цель. Что говорить? Сама абсолютно личная Верховная Личность Бога жаждет этого. Для этого, собственно, Он пришел сюда, писает назад. И поэтому эта Кали-юга на самом деле называли Богосовемной Кали-югой. То есть это очень обычная Кали-юга. Несмотря на то, что мы видим какие-то признаки деградации, в то же время у нас есть шанс получить эту Кришна-дакту. То есть через спутников Шри Кришны читаем Махапраду, через нашу Гоу-де-гури Варгу. Поэтому эта Кали-юга, она очень особенно, очень богоприятна. Богосовемная Кали-юга, она очень известна. Богосовемная Кали-юга. Святое имя, особенно в эту Кали-югу, обладает огромной силой. Святое имя, Мадурам, Мадурам, это поэта Вашнава описывает о том, что вся сладость, вся сладость, она заключена именно в святом имени. Великие преданные Господа, они молятся, когда они вкушают этот сладкий нектар святого имени, они просят у Господа, Господи, ну почему же туда не только один язык, почему не сотни, почему не тысячи, не миллионы языков, чтобы пить эту сладость? Когда пьет святое имя, он не испытывает удовлетворение, он испытывает только большую жажду, и поэтому начинает рубить. Творца Брама, он говорит, Брама, ты просто не знаешь, как творить правильно, если бы ты дал мне свое положение, я бы тебе показал, как это нужно делать. И имя Кришны, оно слаще сладкого и благоприятнее, всего самого благоприятнее, Мангалам, Мангалам, это так. Он говорит, что Мангалам поет о том, что там, где появляется святое имя, где кто-то произносит святое имя, моментально очищается вся атмосфера, все неблагоприятно, оно просто уходит. Ученые проводили эксперименты, вы тоже дома можете провести эксперименты, вы можете посмотреть о том, как святое имя, даже если это звукозапись, как она влияет на жизнь, на рост семян. Если у вас в три комнаты будет стоять посуда с чашами, с семенами, в одной комнате будет вообще просто никакого звука, в другой комнате вы поставите какую-нибудь современную музыку, какой-нибудь рэп, не знаю, что там современное сейчас. И в третьей комнате, например, у вас было бы просто, и просто вы включили механизм, как звукозапись Харе Кришна Махамантры. Даже достаточно этого, чтобы вы потом, когда увидите, вы увидите, что там, где был современный музык, вот этот шум под названием музыка, там ничего не прорастёт. Там, где будет никаких звуков, зёрна взойдут. Но там, где будет Харе Кришна Махамантры, даже если это звукозапись, всё равно будет расти гораздо сильнее и выше. Учёные посчитывают 20-30 процентов сильнее. Даже на такое сознание, как растение, когда сознание полностью скрыто, оно относится ко второй планке эволюции сознания. Даже на растение влияет это. Что говорит на сознание человека, которое уже полураскрытое? Что является тайной всех священных писаний, всех сакральных текстов? Что является тайной Вет, Пуран, Панишан, что является сутью, сущностью всего этого? Именно повторение имени Бога. С верой или без веры человек повторяет, всё равно он получает освобождение. Некое освобождение. Сейчас Прабу будет петь Киртан. Нужно всем искренне следовать этому Киртану. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 терпеть всю эту боль? Почему мы вынуждены рождаться в телах свиньи и собак? Зачем? Тишина говорит в Бхаговом Гиде, Мамай Вамши Джива Локви, Джива Бхута Санатанам, Манаса Шастра Индрияли, Пракритис Тхана Каршами. Потому что у нас вкус к этому. Пракритис Тхана Каршами. Мы здесь находимся вечно, в незапамятных временах. Мы никогда не были там. Мы вечные души, мы всегда находимся здесь. У нас вкус к такой жизни. Мы тут всегда боремся, боремся, рвём друг друга. Главным образом мы боремся со своим умом, Манаса, со своими чувствами, которые рвут нас на части. Одно чувство рвёт нас вкусно покушать, другое чувство рвёт нас слушать что-то очень прекрасное, третье хочет нас что-то, прикоснуться к чему-то мягкому. Все эти чувства, они раздирают. Всё это основано на половом влечении. У нас вкус к этому. Кришна говорит, они там находятся, мои частички, мои, подобные Господу, но они находятся в материальном мире, постоянно мучаются и сражаются со своими чувствами только потому, что они привлечены материальной энергией. Им нравится здесь находиться. Кришна говорит, они благодаря мне, они также начинают думать о том, что они собачки и кошечки. Без Него, без Кришны, никакая душа не может отождествить себя с бесчувственной материей. Потому что любое тело, это тело, или тело собачки и кошечки, это всё равно бесчувственная материя. Как же Божественная энергия, как же Душа, сознание может считать себя в бесчувственной материи? Каким образом это возможно? Это только по особой магии Кришны. Кришна говорит, Атма Майам Раджи Хрите Раджан Прасянубхава Атмана На грехе ихи та самбанда свапна дасту реванчаса Кришна говорит, это Я заставляю делать так, что души считают себя собачками и кошечками. Это возможно только лишь благодаря могуществу Кришны. Зачем Кришна это делает с нами? Зачем Он с нами так поступает? Зачем мы попали в этот мир? Зачем мы страдаем? Зачем Он даёт нам так много страданий? Он всемилостивый Господь. Зачем Он даёт этот опыт? И зачем мы постоянно рождаемся в утробе животных, в утробе матери? Зачем мы умираем? Потому что мы соперничаем с Господом. Потому что мы завидуем Ему. Потому что мы враждебны Ему. Он для нас враг сейчас. Мы ненавидим Его за то, что Он занимает высшее положение. А я не такой, как Он. Я хочу быть радой. И я хочу быть Кришной. Я хочу наслаждаться так же, как Он. Душа очень крохотная. Она не может наслаждаться так, как Он. Но из-за своей глупости она начинает соперничать с Господом. А поскольку Господь милостивый, Он даёт ей возможность считать себя Господом. Он создал для неё этот материальный мир, чтобы та на самом деле почувствовала, поиграла роль Рады и Кришны, поиграла роль Его и поиграла роль Его возлюбленной. И поскольку именно Кришна заставляет нас думать о том, что мы — это тело, только Кришна способен убрать эту иллюзию. Никакая другая практика, никакая другая благочестивая деятельность, никакая добрая забота, добрые дела для других добрых людей. Никакой процесс аштанга-йоги в этом не поможет. Ничего в этом не поможет. Если Кришна это даёт, потому что мы соперничаем с Ним, если Кришна хочет нам это, исполняет таким нашим образом желание, значит, причина просто в наших желаниях. И процессом, единственным, следовательно, является Любовь к Кришне. Высокосказано, Любовь к Кришне. Как много сказано об этом. Как много мы имитируем чистых преданных, изображая иногда чистую Любовь к Кришне. В Бхак-Тирасамрита Сенду Бинду описано чисто Любовь к Кришне, процесс садданы, процесс бхавы, процесс премы. И там описано, что иногда, иногда Джива, даже когда она начинает совершать некоторую саддану, она иногда думает, что она достигла Любви к Кришне. Там описываются разные виды подобия бхавы. И там говорится, что если кто-то общается, например, с человеком, с чистым преданным, у которого есть сердце бхава, эта бхава отражается у него в сердце. Мы все это испытали. Когда мы были с Гурудевом, мы все чувствовали, что все Гурудева подобные. Даже как Кришне, он лотоса подобный. То когда мы были с Гурудевом, все его, все, кто приходили к нему, вот это в глазах, вот эти эмоции, все ему подобные, эта бхава, она отражалась в каждом сердце. И мы думали, что у меня такое же чувство Кришны, что это у меня, я уже на уровне бхавы, что я уже подобен моему Гурудеву. В акте Расамрита Синду говорится о том, что это временное чувство, поскольку это еще пока не настоящее. Благодаря этому мы растем. Это наша единственная сатана. Только благодаря тому, что мы общаемся с теми, у кого есть такая любовь к Кришне, благодаря тому, что оно постоянно отражается в нашем сердце, благодаря тому, что мы вдруг начинаем хотеть невозможное для нас, у нас появляются новые вкусы. Гурудев объясняет пример. Бедняк посмотрел, как принцессу провозят на золотой корете. Этот бедняк думает, вот если бы я женился, я бы женился на этой принцессе. Этот бедняк, этот нищий, у него ничего нет, он не может жениться на этой принцессе. А ему вдруг захотелось жениться на этой принцессе. Это сказочная мечта. Поэтому, когда мы общаемся с Вайшнаумом, и когда мы слушаем о том, как мама Ишода любит Кришну, о том, как друзья Кришны любят Кришну, когда мы слышим о том, как гопи служат Кришне, то это та самая мечта, когда нищий вдруг влюбляется в принцессу. Маленькая крохотная джива, она вдруг мечтает о положении, о том положении с Кришной, быть его возлюбленным, быть его слугой, быть его родителем. Именно поэтому это общение очень важно для нашей жизни. Это Кришна Бхактира Сабави Тамате. Только лишь благодаря тому, что мы знаем цель, только благодаря тому, что нам дали вкус, только благодаря тому, что Гурадев породил в нас это желание, драгоценное желание, это сказочное мечты, возможно, делать хоть какую-то садану. Гурадев говорил, только если ты знаешь цель, тогда то, что ты делаешь, будет называться саданом. Если ты не знаешь, куда ты идёшь, что бы ты ни делал, это просто болтыхание в луже. Кришна говорит, они там всё время в этом материальном мире. Они всегда борются со своими чувствами. Вот этот разбор анардханеврити, о том, какие у нас анардхи, о том, сколько недостатков в этом мире, о том, как плохо этот мир, это нужно всё это. Но благодаря этому не исполнить ту сказочную мечту, которую подарил нам Гурадев. Гурадев появился в этом мире и подарил самое дорогое. Он подарил желание. И те, кто были очень удачливы, те хоть как-то соприкоснулись с ним, они получили это желание. Всё наше общение складывается из того, что это желание сначала нам дают, а потом подпитывают это желание. Это та самая Бак-Слатта-Бич. Вот эта лобха, вот эта вера, вот эта мечта. Но для того, чтобы повторять святое имя, для того, чтобы достичь этой мечты, как сегодня уже говорили, для этого нужно повторять имя Бога, которое является самым могущественным процессом. Но чистое имя Бога — это значит повторять самбандхай только. Что это обозначает? Говорится, что чистые преданные не повторяют самбандхай. Именно поэтому в их сердцах находится Бхава, в их сердцах находится Любовь. Самбанда — это когда я не просто красиво пою Харе Кришна Махамантра. Это тоже очень полезно, как сегодня говорили. Даже если в шутку, всерьёз, даже если ругать, Кришна настолько милостивый, даже если ругаться, при помощи слов Харе Кришна Махамантра ты получаешь определённое благо. Но если ты на самом деле хочешь исполнить эту мечту, то нужно повторять святое имя имени с пониманием. Сначала Махапрабху, когда объясняет Шриила Санатами Гасвами Патт, он говорит, что «Дживы Расвару Пагой Кришна Миття Даса, вот тебе самбандхаттва». Сначала нужно повторять святое имя, понимая себя Господом, чтобы дойти до той мечты, туда не перепрыгнуть. Мы все считаем себя здесь радой и Кришной. Мы все тут любим наслаждать свои собственные чувства. У нас очень эгоистичное восприятие мира. Первое, что нужно сделать, как решил в Акнатаху Шаранагате, нужно молиться, нужно повторять святое имя имени с восприятием о том, что я твой слуга. Без этого невозможно проходить дальше. И только благодаря тому, что у нас есть цель, которую подарил нам Шилы Гураде, мы можем продвигаться всё ближе и ближе, и ближе к этому. Маеваде тоже повторяют святое имя. И не только Маеваде. Во Вриндаване там все повторяют святое имя, далеко не все вайшнавы. Когда, например, Маеваде начинает повторять святое имя, даже можно увидеть о том, что он начинает плакать в экстазии. Он, повторяя святое имя, у него будут слёзы течь, у него будет тело дрожать, у него будут симптомы ашта-сакфик-бхавы. Если мы встретим такого лечения, мы подумаем, чистый, преданный. Но на самом деле, в Актере Асамдасе группа Гасами писает, от чего он плачет, от чего сердце его ликует. От того, что он вдруг подумал, он вдруг понял, что то, что он хочет достичь, а именно освобождения из этого мира, возможно, только при помощи святого имени. Он это понял. И поэтому от того, что это настолько лёгкий процесс, от того, что все остальные не могли добиться через многие аскезы и допаси тысячи лет. Я теперь могу это сделать просто при помощи святого имени, поскольку у него огромная жажда к этому. При осознании этого дело так, что он ликует, он плачет, повторяет святое имя. Это не чистое святое имя. Человек может плакать при повторении святого имени и в то же самое время он может желать чего-то другого. Но, как сегодня уже объяснил стих Индумохам Краконья Билашта Шуньян, Человеку Рудеф объясняет о том, что только лишь повторение святого имени в обществе Сааду, благодаря тому, что его бхава будет… Вот это бхава — это процедентное знание, которое приходит в нашем сердце. Когда эта бхава будет отражаться в нашем сердце, тогда мы сможем чисто, постепенно чисто повторять святое имя. И только святое имя может нас спасти. Иначе мы так и будем рождаться в этом мире. И точно та же полжизни Брама уже прошло. И мы не только полжизни Брама, до этого мы были в других Вселенных. Там было тоже много дней, когда приходил Кришна. И мы тоже занимались садхиной. У нас тоже, вероятно, была садху-санга. Но мы-то до сих пор здесь. И всё потому, что мы, вероятно, не делаем это с полной жаждой, невероятно, не делаем это искренне. Если мы до сих пор здесь, значит, всё-таки, сколько бы мы ни пытались, у нас это ни разу не получалось. Мы всё время стараемся пройти в ту дверь, в лабиринте, которую нам предоставляет Кришна. Накашилла Гордаф рассказывает историю. Один человек попал в очень тёмный лабиринт, тёмный, длинный-длинный лабиринт. И этот человек думает, если я просто пойду по стенке, я всё равно должен оттуда выбраться. Хоть как-то до выбраться. Он просто во тьме идёт, держится за стенку. Он шёл, 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 шёл. Годами шёл. И вдруг у него почесалась спина. И тогда он поменял руку и опять пошёл дальше. И в тот момент, когда у него зачесалась спина, это была та самая дверь. У нас очень драгоценный дар — наша жизнь. Она очень скоро закончится. Она пролетит совершенно бесследно. Она пролетит очень быстро. И самое ужасное, мы даже не знаем, когда. Поэтому Вашнава с нас учит жить так, чтобы каждый наш день мы считали своим последним днём. И вот тогда у нас будет искреннее желание, ясное понимание о том, что без этого я не смогу дальше. Я не знаю, что без этого я не смогу дальше. Калима Амар Амарама Ари Грюшнан Ари Грюшнан Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова что является самым действенным процессом в Кали-юго. Лекция началась. Кали-юго хрон. И в Кали-юго хрон, все это не хорошо. Это из-за процесса. Все священные писания утверждают о том, что именно воспевание святого имени даст высшее благо. Вишуна Чакраварты Такхура объясняет, почему в Кали-йогу самым высшим процессом является именно повторение святого имени. Он говорит нам об этом шикшарстакам. Здесь Кали-ю, лордs have so many names. Кали-ю, лордс have so many names, Кали-ю. Кали-ю, лордс have so many names, Кали-ю. Господь имеет множество имен. Он подарил нам так много имен. Кали-ю, лордс have so many names. Кали-ю, лордс have so many names. И Господь сделает так, что каждое его имя имеет оно так же могущественное, как и сам Господь. Более того, Туласеда споет, нет, имя Бога оно более могущественное, чем сам Господь. Вот посмотрите, например, когда Раме нужно было перебраться на ту сторону океана до Шри-Ланки, ему пришлось, Господу, пришлось строить мост, чтобы туда перебраться. А у Ханамана было святое имя Рама, ему мост никакой не нужен, он просто сказал «Джа-и-ши-рам» и перепрыгнул на ланку. И всё. Туласеда дальше поет, даже Господь сам не понимает, насколько могущественное его святое имя, он не может его прославить так, как оно есть. И имя Бога так могущественно и милосердно, что принимает наше служение в каком бы состоянии, мы не находились в грязном состоянии или в чистом состоянии. Что бы мы ни делали, оно примет от нас служение. Святое имя Бога можно повторять при любых обстоятельствах. В шестой песне Бхагава там описывается, при каких условиях Аджамил был спасён святым именем. При виде этих монстров приближающихся, Ямадутов, он стал испражняться. И в этом состоянии он повторял святое имя, и святое имя приняло его служение. Несмотря на то, что он даже и не думал повторять имя Бога, он даже не звал Бога на помощь, он звал на помощь своего сына, просто у сына было это имя. И тогда, когда он даже и не вспомнил о Господе в этот решающий момент, когда повторял святое имя, всё равно Господь послал к нему своих спасителей, его спасителей. Насколько могущественно святое имя, что даже тогда, когда он в совершенно грязных условиях, грязным телом и умом, он совершенно не думал о Господе, и всё равно святое имя подарило ему спасение. Да. Когда однажды Шиман Махапрабху спрашивал Харидас и Таакура, они разговаривали о могуществе святого имени, и Махапрабху спросил, о Харидас, ты всё знаешь о славе святого имени? Я понимаю, преданы не повторяют святое имя, люди не повторяют святое имя, они не получают спасение. А как же насчёт мусульман? Ведь они не повторяют святое имя. У них есть спасение? Как бы спрашивает, не понимая Махапрабху. Дащила Харидас говорит, Господь так милостив, так милостив, что Он каждому подарил эту возможность, и им тоже. Несмотря на то, что они едят мясо, они всё-таки не едят мясо свиньи. Для них свинья – это ругательное слово, а этим ругательным словом заключено обращение Господу Раму. Харам, что означает О-Рама, даже когда они ругаются, они получают милость имени Рамы. Да, вы не понимаете, что вы можете чантить святое имя в Индии, в России, в Лондоне, в России. Вы можете чантить в любом месте, если чантить святое имя, вы можете чантить в любом месте. И не важно, где ты повторяешь святое имя, там совершенно нет никаких ограничений, что можно повторять только лишь в Индии, или только лишь в Англии, или только лишь в России, где угодно оно будет обладать этой силой. И не рассматривается о том, что вот святое имя нужно повторять только рано утром. Нет, в любое время, и в полдень, и ночью, и как угодно. И в случае, в ней в стране, я говорил, что по-натуре, врач у нас, что в ней только день купил деньги, деньги, деньги. Действительно, что ты делаешь? В день день только деньги, деньги. Лордs kept this human being. Very, very rare this human being, you know? Он дал лордs бhajan. Ты не делаешь бhajan, в день только деньги, деньги. Они тебе не дают время. Или ни разу, ни разу. Нет, ни разу, ни разу. Ну, только разу, лишь разу, когда ты делаешь это. Но ты не делаешь, ни разу. Они были полностью не дешевле. Махараша попросил рассказать историю про одного счастливого бизнесмена. Однажды Нарада Муни встретил одного бизнесмена. Он был так занят, так занят. Бизнесмены у них очень сложная жизнь. Им нужно решать самые важные вопросы в жизни у человечества. Бизнесменам нужно постоянно зарабатывать деньги. И Нарада подошёл к нему и сказал, «Ну послушай, но ведь у тебя очень драгоценный дар – твоя жизнь. Тебе нужно делать ещё что-то более важное, чем это тоже». Он говорит, «Нет, у меня даже нет времени слушать это. У меня нет времени чего-то выполнять. У меня нет времени на что более. Я очень занят». Тогда Нарада говорит, «Ну возможно, хотя бы крохотное время у тебя где-то есть какой-то небольшой перерывчик между твоими важными делами». Тогда бизнесмен говорит, «Когда я хожу в туалет, тогда я свободен умом, сознанием». И тогда Нарада говорит, «Ну хорошо, вот хотя бы в тот момент, когда ты идёшь в туалет, повторяю при этом имя Бога». И однажды… Как бы этого бизнесмена писать в ту историю? Там была, конечно, история с крестьянином. Представь, что этот бизнесмен пошёл в кусты, и сверху на небе летел Хануман. Он услышал, «Джаэрам, джаэрам, джаэситарам». Хануман увидел, «О, это мой духовный брат, это чистый и преданный там в кустах, совершает свой бажен вдали от цивилизации». Когда он нашёл своего чистого брата, он был просто поражён, что тот просто испражняется и повторяет имя его сердца, его Господа Равы. Хануман просто не мог этого стерпеть, он не мог справляться своими чувствами, батя Олега там не работала, занималась. И он со всей силы пынул этого наглеца, но изумился о том, что наглец этого даже не заметил. Он дальше и повторял, «Джаэ, джаэситарам». Хануман был настолько поражён, что не стал делать другой пинок. Он ясно помнил, что когда он сделал это в прошлый раз, демон отлетел там на другой конец ланки. И в долгом раздумье он долетел до Айодхи, он уже пошёл на Даши к своему Господу, но буквально все были как сумасшедшие, метались по дворцу, потому что Рама вдруг заболел. Хануман так испугался, Рама заболел, как это возможно? Он никогда не болел. Он побежал тоже в его палату и сказал, «Нет, Хануман, ты не можешь войти, ему очень и очень плохо, он очень сильно страдает, потом зайдёшь». Хануман очень сильно добивался, чтобы войти в эту спальню. И когда наконец он мельком туда заскочил, как это могут делать обезьяны, то он увидел несчастного Раму, который просто охлывает от боли в спине. И Хануман стал спрашивать, «О господин, что случилось? Кто мог сделать это вам такое?» Тогда Рам мне говорил, «Ничего, ничего, Хануман, ничего страшного, у меня тут ничего не болит». Он отворачивался и больше сгибался от боли. А Хануман всё допытывался, «Я расправлюсь с этим наглецом, кто бы это ни сделал, я с ним расправлюсь, я его уничтожу». Рам говорил, и Рам всё не говорил о том, кто это сделал. «Наконец, после долгих и долгих настояний, кто это сделал?» «Ты», — говорит Рама. «Я! Как мог сделать это я?» «Ты!» «Поскольку я был у него на Истах, я взял эту боль на себя». И тогда Раму стало безумно стыдно. Там Хануману стало безумно стыдно. Вот так могущественно, так всегда Святое Имя спасает нас в самых трудных ситуациях в этом мире. И вот, что ты мне сказал, что Наталья Хануман, он был одной из сказок, «Ти Ща Чаища Унавир, Калию» Она уникала очень много, они скочатages. Но Бог даётся, что она, всё-таки огня, она Tsukанина. Он сказано, что у него есть такая непонятная怪 в нем, И Чайтанья Махапрабху не просто расстроен, его сердце просто разрывается от боли, от понимания того, насколько я жалок и несчастен. Махапрабху нас учат о том, как служить Святому имени. Несмотря на то, что имя такое могущественное, несмотря на то, что у нас так много прекрасных имён Господа, которые безумно сладкие и всесильные, Махапрабху говорит, а у меня всё равно нет вкуса, несмотря на то, что его можно повторять совершенно, не учитывая никакие условия, и оно подарит самый высший результат, всё равно у меня нет желания его повторять, у меня нет вкуса и повторять его. Я буду заниматься всем, чем угодно, говорят Байшнава, описывая нас, только лишь не повторяя святое имя. Да. Да. И в 11-й песне Шамад Бхагава там по этому говорится, о том, что сейчас благословенная эпоха Кали-юги, самое прекрасное время в этой Вселенной, самое прекрасное время, период времени — это Кали-юга. Потому что на таком замечательном фоне, на таком сравнении нашей жизни, на таком ярком понимании о том, что представляет собой этот материальный мир, нам подарили такой самый действенный, самый сильный, самый чудесный процесс успевания Святого Имени. Чтобы обрести эту возможность, мы постоянно слышим, что даже полубоги стоят в очереди, мечтают родиться здесь, чтобы сейчас, среди маленького этого количества людей на этой планете, чтобы родиться здесь, сейчас, в это время, после сочетания Махапрабху, и совершать эту садхану, чтобы достичь ту сказочную мечту. То, что является мечтой для Брамы, то, что является мечтой для Шивы, то, что меняется мечтой для народа, для других великих Личностей, оно сейчас доступно нам, если мы поймем этого, если мы примем этого. И Бриндаван Дастакур предупреждает нас, в Чайтанья Бхагава там, поскольку нам не просто подарили сейчас человеческую жизнь, поскольку нам подарили такую редкую возможность, которую желают множество, миллионы, миллиарды, триллионы других джив, сейчас подарили эту возможность нас, сейчас очередь дошла до нас. И если какая-то глупая джива упускает этой возможности родиться в это время и следовать этому процессу, Данда Стакур говорит, после этого в качестве наказания она будет миллионы и миллионы жизней, лишена вообще какой-то возможности на спасение, и будет так и рождаться, продолжая в телах собачек и кошек. Потому что, когда дают такую редкую возможность, Господь возлагает свою высшую надежду. В этом мире так много джив, этот мир только состоит из джив практически. В полстакана воды столько джив, гораздо больше, чем всех людей на планете. Сейчас самое изумительное возможно, чтобы понять эту концепцию Гаудио Вайшнава. Сейчас то, как это дарует, то, как это объясняют наши Вайшнавы, наши Ачарьи. И если мы этим не воспользуемся, мы, которым так повезло, по сравнению со всеми остальными дживами этого мира, на нас такую надежду возложили. Если мы этим пренебрежем в качестве наказания, мы так и будем миллионы лет рождаться. Опять собачечками, кошечками, травками, зверёнышами, птичками и кем угодно. Приндавандаста Куркавари. Махабур Тали, Махабур Тали, Махабур Тали, Махабур учит, как делать это правильно. Он говорит, не нужно преувеличивать свои возможности, главное добиться постоянства в своей практике. Нужно определить, какое количество кругов для меня является таким, что я непременно каждый день при любых обстоятельствах буду служить этому святому имени. Главное, что нужно добиться, это постоянство в своей практике. Благодаря этому, благодаря тому, что у нас будет развито некоторое постоянство, можно видеть о том, увеличивается ли мой бажен или уменьшается. Потому что, когда мои постоянные круги я буду увеличивать, значит увеличивается мой бажен. А в тот момент, когда я перестаю служить святому имени, значит бажен мой уходит. Если у вас вопросы, Махарач говорит. В первом стихе Шикшаштика, в стихе Чатодар Панамардина, описывается семь благ святого имени. И эти блага, они соответствуют ли трем категориям намо-аппаратха, намо-баз и шуданам? Можно ли получить в результате? Нет, эти семь, они как-то подразделяются на эти три категории. Потому что там в конце говорит о раскрытии сварупы и так далее. То есть являются, ну как бы делятся эти семь благ на три стадии. Намо-аппарат, намо-баз и шуданам. Намо-аппарат, намо-баз и шуданам. Ним-мухам. 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 Могу-мах. Ним-мухам. Намо-бухам. Ним-мухам. Ним-мухам. Ним-мухам-баз и чая-то. и все, что в эфире, все будет проходить снова. И так далее. Все все это, чтобы начать в скатер-хамаржан-хахмахадхов. И так далее, добро пожаловать, добро пожаловать. Чуточка Дархандаматам, это как намапарад? Это быстро. Теперь, если ты будешь проживать намапарад, быстро ты можешь проживать намапарад, ты не будешь молиться, и ты будешь молиться. Отдыхать в штыки. Махарадж говорит о том, что мы не можем сами изменить то святое имя, которое мы повторяем, потому что мы повторяем намоаппаратку. Намоаппаратка — это значит, я повторяю святое имя с желанием собственных наслаждений, чувственных наслаждений, с желанием достичь освобождения. Это же намоаппаратка. Мы сами не можем избавиться от намоаппаратки. Мы вынуждены, мы её так или иначе всё равно будем повторять. И процесс этот очень и очень медленный очищение сердца. Когда мы говорим о реальном процессе очищения сердца, то этот процесс очень и очень медленно происходит. И ващнамы всегда нам говорят, воодушевляют, нужно повторять, 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 повторять повторять это раскроется позже само собой она рассказывает например нам аппараты одно из на мой аппарат является то что ты во время повторения святого имя не считаешь себя этим телом кто 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 повторяет не считая себя этим телом каким образом можно повторять святое имя не считая уже себя этим телом только когда действительно у тебя бажан 24 часа в сутки только когда это правильный бажан то есть под руководством когда это это происходит очень медленно когда мы говорим о настоящем медленно-медленно-медленно это произойдет и если кому-то удастся дойти в этой жизни до стадии ручьи ручьи значит что такое ручьи ручьи это когда ты не можешь жить без баджана у тебя очень сильный вкус к баджину вот этой вот к этой постоянной практике она стала твоей жизнью она у тебя на первом месте все остальное оно на втором месте на третьем на четвертом но без баджина ты можешь пожертвовать всем ты можешь отдать все если она на самом деле тебе дороже всего да это твое сердце ты можешь ради этого пожертвовать всем когда когда кто-то дошел до такого уровня может считать что он самый счастливый он самый удачливый и самый успешный ручьи обозначает о том что я не могу жить без служения святого имени я буду всегда повторять 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 святое имя ареста и она